так всем привет сегодня мы разберем очень много теории то есть на код на написание кода у нас будет отведена можно сказать вторая половина лекции причем она такая более компактная возможно даже более простая не забываем не забываем не забываем отмечаться на портале ну и также да я напомню девиз перла это тим тоуди больше одного способа сделать что-нибудь о чем мы сегодня поговорим мы сегодня поговорим то есть мы начнем говорить о сетевом программировании можно конечно просто показать вам функции как они вызываются как они там как ими пользоваться на самом деле намного полезнее будет для вас вообще понять как это работает почему вообще сеть работает как она работает какие есть модели термины это поможет вам в будущем не только в программировании на перле но вообще в любом сетевом программировании поможет при решении каких-то проблем при отладке вы будете просто понимать что происходит и так мы рассмотрим некоторые теоретические модели просто чтобы вы знали что это такое и могли это погуглить и почитать если заинтересует мы рассмотрим основные протоколы которые используются на сегодняшний день те с которыми вы скорее всего столкнетесь ну а потом посмотрим как в общем это все самостоятельно делать при помощи кода значит начну я с такой штуки которая называется модель оси в общем это теоретическая штука которая описывает как вообще должно быть устроено сетевое взаимодействие она разбивается на 7 уровней она довольно таки теоретическое и не всегда работает но как модель ее можно использовать и так на самом нижнем уровне на первом у нас находится физика электрические сигналы волны вот все вот это то что кодирует с нолики и единички когда у вас по проводу дошел сигнал или по вайфаю дошел сигнал он доходит до сетевой карты это все превращается в данные данные передаются фреймами то есть такими кусочками и являются упакованным некоторым набором то есть чтобы понять что туда упаковано можно пойти с другой стороны а именно самого прикладного уровня то есть если взять какое-то написанное приложение и рассмотреть что это приложение взаимодействует по сети то мы получим тот самый седьмой уровень прикладной уровень или application layer для того чтобы отправить данные нужно добавить какой-то заголовок говорящий сколько у нас данных там какие-то данные и сами данные когда мы это отправляем на уровень ниже к нему добавляется еще уровень представления то есть добавляется заголовок к тому всему пакету который был дальше мы опускаемся ниже 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 и так пока не дойдем до самого низкого уровня модель в теории очень красивая хорошо расписывается на практике там может получаться так что у вас канальный уровень который вот или сетевой уровень он поднимается на уровень там опять сеансовый когда вы например делаете vpn то есть вы vpn устанавливаете через обычное соединение а внутри него начинается опять нумерация с более низкого уровня это все сложно поэтому можно говорить что до модель оси в чистом виде не работает ну и вообще эта теория на самом деле есть модель tcpip она более приближена к практике в ней некоторые уровни просто схлопнуты потому что между ними очень скажем так тонкая грань чтобы понять это вот одно или другое соответствие между уровнями модели оси и модели tcpip вот здесь изображена тот уровень который находится где-то внизу то есть сигналы данные сетевая карта называется уровнем сетевых интерфейсов вот где-то там работает железо когда мы поднимаемся с железо мы работаем с пакетами у нас есть сетевой уровень сетевой уровень можно рассматривать как вот если рассмотреть какую-то модель предположим у нас есть почтовое отделение и в них есть почтовые ящики каждого человека допустим так вот сетевой уровень это разные почтовые отделения в разных городах со своими там индексами а когда уже дошло до конкретного отделения для того чтобы передать там конкретному человеку конкретному приложению то есть наступает транспортный уровень который определяет и кому это вообще предназначено ну и прикладной уровень это там где работают приложения то есть вы написали приложение вы что-то делаете то есть у вас это уже непосредственно и веб это и какой-нибудь стриминг видео и еще много много всего такого мы не будем рассматривать уровень ниже сетевого если вам когда-то это понадобится вы сами разберете это будет означать что вы полезли в разработку драйверов сетевых карт и у вас должно быть более чем достаточно знаний чтобы с этим всем разобраться мы же сталкиваемся вот с этим всем где-то при программировании начиная с уровня айпи и так начнем с того что называется айпи пакетом вот когда мы передаем данные вот она там завернуто одно в другое в третье вот есть нечто под названием айпи пакет это 20 байт заголовков плюс какие-то данные которые вложены в этот айпи пакет значит вот здесь по ширине это можно сказать вот 32 бита значит айпи пакет состоит из там версии типа сервиса длины этого самого пакета какого-то набора дополнительной информации в это можно более детально залезть что важно в айпи пакете указан протокол в айпи пакете указано откуда и куда отправляется этот пакет плюс туда вложены какие-то данные значит основной способ адресации между машинами это те самые айпи адреса значит айпи адрес айпи это интернет протокол айпи адрес это то что представляет хост в этом самом интернете айпи адреса бывают айпи в 4 и айпи в 6 в основном вы будете работать с айпи в 4 потому что это наиболее распространенная штука на сегодняшний день но в будущем также вы познакомитесь айпи в 6 но он кроме как размером больше ничем не отличается значит выглядит это как 4 числа от 0 до 255 разделенные точками почему это так на самом деле то есть вот это 32 бита 32 бита это 4 8 битных числа соответственно от 0 до 255 то есть она ли более хорошо запоминается человеком чем большое 32 битное число ну примеры там вот вот так вот выглядят айпи адреса то есть какие-то числа разделенные точками значит помимо просто айпи адреса есть еще понятие сеть то есть когда у нас есть много айпи адресов они объединяются в некое подмножество называемая сетью изначально были придуманы классы сети которые группировали их по большим множеством но позднее перешли к так называемой бесклассовой адресации вот расшифровка бесклассовой адресации это и есть вот эта аббревиатура сидор записывается она обычно в виде айпи адрес слэш размер сети давайте разберем что эта запись обозначает если воспользоваться утилитой айпи кальк и передать ей вот непосредственно эту запись то есть здесь была записана только сеть на самом деле так может быть записан хвост то есть какой-то адрес слэш 24 здесь мы говорим что эта сеть 192 168 00 это вот название этой сети сетевая маска говорит что эта сеть обладает такой маской да сейчас я покажу что это значит последний адрес в этой сети это так называемым широковещательный адрес то есть все что отправляется туда может быть услышано кем угодно ну и собственно префикс это сколько бит в айпи адресе отводится на эту сеть и является неизменным то есть если вы вести это в битовом представлении сам ip адрес будет выглядеть вот так маска сети будет выглядеть следующим образом размер маски говорит какое количество бит вот здесь является неизменным есть кому-то принадлежащая сеть есть какое-то правило свойства и так далее которая записывается вот так слэш 24 говоря говорит сколько бит вот здесь является неизменным то есть все адреса которые меняются в этом диапазоне принадлежат этой сети маска не обязательно может быть 24 то есть я решил показать еще какую-нибудь маску маска может быть любого размера от нуля когда все нули когда все нули это обозначает вообще можно сказать весь интернет поскольку любой бит может принимать любое значение так и до слэш 32 слэш 32 это один хост поскольку ни один из битов не может больше меняться они все принадлежат этому хосту ну то есть вот здесь вместо 8 используется уже 10 бит 10 бит это 1024 поэтому у нас первый адрес адрес сети это тот также 00 но при этом последний адрес broadcast адрес это уже 3 255 соответственно у нас идут адреса 0 1 2 и 3 то есть четыре группы по 255 то есть 1024 сетевая маска как бы у нас теперь меняется поскольку мы отсюда 2 бита отъели у нас это число немного уменьшилось то есть меняется размер префикса ну и таким образом то есть мы можем записывать в виде айпишник слэш количество бит значащих некие подсети то есть большое количество адресов если вы будете сталкиваться с настройками еще с чем-то вам это понадобится относительно устройства айпи адресов и сетей и как это записывается понятно или есть вопросы теперь а где вообще взять айпи адрес ну для начала можно начать с того какой айпи адрес у вашей машины вашей машины у вашего вот сервера который мы выдали вообще у любой штуки есть айпи адрес если она в сети даже если она не сиди у нее будет так называемый локальный адрес есть команда и в конфиг которая выводит приблизительно вот в таком виде это набор интерфейсов сетевых интерфейсов которые есть на машине к ним здесь написаны как раз свойства этой сети сам айпи адрес сетевая маска брод каст адресу здесь кстати видно что у нас здесь 240 это соответственно у нас даже еще большая сеть чем 22 у нас есть 127 адрес это локальный адрес которые есть у любой машины ну кстати есть еще одна команда айпи адр она выводит приблизительно то же самое причем то есть пользоваться можно что одно и что другой разницы особой нет то есть запустил и в конфиг или айпи адр вы можете посмотреть какие айпи адреса у вас есть на машине теперь такой момент вот например вы видите 127 001 или там 192 168 можно ли по этому адресу попасть на вашу машину вот из интернета для того чтобы это понимать я вам дам немножко информации о так называемых зарезервированных сетях чтобы понимать они вообще глобальные или нет и так большая сеть на 16 миллионов адресов с маской слэш 8 выглядящая как 127 00 это локальные адреса то есть если вы отправляете запрос на такой айпи адрес он не выйдет за пределы вашей машины по умолчанию 127 001 первый айпи адрес в этой сети это адрес так называемый localhost если вы сделаете ping localhost если вы сделаете там tell net localhost или еще что то вы попадете на этот адрес и это адрес вашей локальной машины собственно можно где-нибудь погуглить там или еще увидит шутки типа из чата а я нашел там какую-нибудь нюк или еще что-то дайте мне айпи адрес какого-нибудь лоха я его сейчас убью ему дают 127 001 и человек покинул чат сейчас уже как бы операционной системы понадежнее в общем это происходит уронить операционную систему просто по сети гораздо сложнее то есть какие-нибудь windows 95 98 вот извне ронялись вот на раз-два вы конечно их уже не застали ну но так было значит следующий набор адресов которые вы можете встретить вы их будете встречать не менее часто это так называемые частные сети или еще им дают название серые айпи шники эти айпи адреса предназначены для частного пользования внутри каких-то сетей то есть предположим он допустим мы все соберемся решим поиграть какую-нибудь игрушку сетевую без выхода в интернет кто-нибудь из вас принесет роутер мы все соединимся в одну сеть вот для того чтобы у нас появились айпи адреса нам нужно будет взять какой-то набор этих самых айпи адресов поскольку нам не неоткуда взять реальные айпи адреса которые бы нам кто-то выделил тем более нам нужно временно мы можем взять айпи адреса из любой из частных сетей то есть эти айпи адреса существуют в рамках некоторых сетей но они не выходят в большой интернет скажем так они не адресуются в этом самом интернете поэтому вот когда вы пользуетесь на своих виртуалках адресами 192 168 это айпи адреса ровно внутри вашей сети между вашими виртуалками в интернет вы с ними не выходите в интернете их не видно в интернете существуют тысячи десятки тысяч других машин с такими же айпи адресами внутри своих сетей но еще немножко зарезервированных блоков айпи адресов значит если вы приходите в какую-то сеть пытаетесь подключиться к интернету работает такая штука которая называется dhcp это сервис который вам выдает айпи адрес вообще на самом деле сейчас dhcp намного больше распространен то есть раньше айпи адреса выдавались вручную вам нужно было их вбивать в конфиге вам говорили твой айпи адрес такой-то маска такая ты это все вводил у тебя начинал работать интернет без этого он не работал dhcp все улучшил dhcp позволяет вам просто подключиться к сети и вам приезжает информация о том какой у вас айпи адрес он вам выдается на какое-то время так вот если dhcp сервера нет то ваш компьютер принимает решение о том что ему надо назначить сетевой карте какой-нибудь адрес какой-нибудь адрес он выбирает из вот этого диапазона он зарезервирован работать у вас ничего не будет интернета не будет но вот если вы увидите на своей сетевой карте вот такой адрес можете знать что вы не получили адрес от dhcp сервера ну и есть две последние группы это 224 слэш 4 много айпи адресов они зарезервированы под так называемый мультикаст они тоже своего рода похожи на частные сети то есть они применяются для видеовещания про это можно отдельно почитать мы это вообще сегодня затрагивать не будем там есть бродкаст мультикаст и никак юникаст их много разных все они будут работать в этих в этой сети и последняя сеть она просто зарезервирована еще не придумали для чего ее использовать собственно таких от айпи адресов в сети существовать как бы не должно понимаете когда это все делалось когда собственно айпи адреса придумывались вообще вся адресация возможно даже и в голову не приходило насколько это все разрастется поэтому поэтому ну в общем то не жалели то есть да вы у себя можете локально сконфигурировать сеть на 16 миллионов адресов зачем но мне сложно ответить зачем так сделали а зачем резервировать сеть слэш 4 это еще больше ладно разобрались сетями вы будете наиболее часто сталкиваться с 127 001 и с какими-нибудь вот 192 172 или десятая сеть десятая сеть большая поэтому в каких-то больших организациях в больших окружениях то есть можно часто встретить именно десятую сеть какие-нибудь локальные провайдеры часто используются семьдесят два шестнадцать маленькие провайдеры или то есть маленькие сети используют сеть 192 168 до нет нет можно можно задать вопрос сейчас это всех остальных ну смотрите ну смотрите и в конфиг говорит вам локальный адрес который машина знает про себя если у этой машины будет настоящий ip адрес то есть настоящий доступны публично или так называемый белый то вы его здесь увидите если здесь айпи адрес из серых сетей то значит на эту машину попасть извне нельзя она доступна в рамках этой сети но не за ее пределами то есть на каких-нибудь серверах которые собственно обслуживают интернет вот эти айпи адреса они настоящие белые потому что туда нужно попадать извне значит для того чтобы вообще проверить некоторую связность в сети то есть вот я говорил все эти это как почтовое отделение с айпи адресами кстати индексы очень похожи на айпи адреса например существует почтовый индекс москве 127 001 значит для проверки связности между почтовыми отделениями или хостами или айпи адресами существует утилита pink вы можете написать пинг и указать некий хост вот я допустим для примера зайду на виртуалку напишу pink mail.ru я увижу собственно вот такую последовательность то есть он мне скажет что выполняется pink mail.ru с таким-то айпи адресом ну и в общем еще какая-то информация пакетов передано получено для того чтобы понять а что вообще реально отправляется по сети я буду пользоваться утилитой которую я очень рекомендую к изучению она сложная в ней много опций вы их будете постоянно забывать писать неправильно но тем не менее это очень полезная утилита с ее помощью можно диагностировать огромное количество проблем сложностей не работающие сети и прочего это tcp dump не смотрите на то что она называется tcp dump изначально она предназначила была только для для tcp но впоследствии и и научили сканировать трафик вообще весь то есть в данном случае пинг является пакетом типа айси мпи протокола айси мпи он лежит поверх айпи то есть вот здесь мы видим что у нас отправляется айпи пакет вот с таким набором там флагов параметров вот то что было все в заголовках а здесь будет написано что это протокол айси мпи с айпи адреса такого то вот это мой локальный айпи адрес на айпи адрес вот этот вот эта стрелочка говорит откуда и куда что ушло и мы видим что через некоторое время там через какие-то миллисекунды с того айпи адреса на мой айпи адрес пришел другой пакет тоже протокол айси мпи так называемый айси мпи эхо реплай то есть пинг это возможность послать пакет сеть и получить ответный пакет то есть так называемый эхо пакет это позволяет проверить а может ли вообще пакет дойти с этой машины до той машины которую мы так называется пингуем она проверяет связанность между сетями между то есть доступность между хастами значит как вообще устроен этот самый айси мпи пакет вспомним айпи пакет то есть как он выглядит так вот на самом деле чтобы отправить айси мпи нам нужно вот здесь поменять протокол и добавить сюда какие-то данные относящиеся к айси мпи пакету то есть мы указываем протокол айси мпи и вместо данных дописываем данные относящиеся к айси мпи здесь нет никаких портов здесь есть просто информация о собственно типе сообщения это айси мп их реквест или эхо реплай собственно мы посылаем запрос или получаем ответ ну и некоторые параметры еще которые к этому пакету можно добавить то есть в общем все просто отправляется вот такой пакет сеть всякие маршрутизаторы и прочее они смотрят на вот это на айпи адреса то есть он смотрит на айпи адрес понимает куда его нужно доставить доставляет этот пакет попутно там происходит такая штука как уменьшение ттл ттл это time to live собственно это такой шаг в сторону здесь мы его не с не будем особо рассматривать но каждый раз когда пакет передается через маршрутизатор time to live уменьшается таким образом вы вы отправляете пакет выставляете ему time to live если до хаста невозможно добраться или в сети появилось какое-нибудь кольцо это ошибка у вас пакет будет идти 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 на каждом шаге терять time to live если он достигает нуля пакет выбрасывается то есть все пакет потерялся не дошел значит вот так выглядит и 7 пакет то есть когда вы пишите пинг вы отправляете пакет вот такими данными и аналогичную штуку получаете в ответ при помощи tcp-дампа вы можете посмотреть на эти пакеты и увидеть что уходит и что приходит но вот здесь в пинге была еще одна штука мы написали пинг mail.ru а он сказал что он пингует айпи адрес кто знает откуда вообще взялся вот этот айпи адрес из хоста mail.ru отлично правда dns dns это сервис сети интернет так называемый domain name system он отвечает за то чтобы преобразовывать человекопонятные имена в человека непонятные айпи адреса для того чтобы обратиться к dns самостоятельно посмотреть во что что-нибудь резолвится собственно обращение к dns называется часто процессом резолвинга есть утилита например хост мы говорим хост айпи адрес и он нам возвращает какой-то набор информации то есть например он на возвращает что для этого хоста есть два таких адреса 1 и пивы 6 адрес вот собственно да вот здесь можно увидеть что и пивы 6 адрес большой разделяется двоеточиями они точками и он сильно больше по емкости также нам сказала еще что там в общем-то почта еще где-то кем-то обслуживается давайте запустим tcp dump теперь для того чтобы получить эти пакеты которые отправлялись и получались во время dns запросов мне нужно поменять протокол если пинг работает по протоколу айси мп то dns работает по протоколу и депи что можно заметить сразу то есть мы отправили запрос на некий айпи адрес 8 8 4 4 это кстати кто не знает так называемый google паблик dns если вы не знаете адрес dns сервера и вам вот очень нужно вы можете воспользоваться одним из айпи адресов это 8 8 8 8 или 8 8 4 4 там живет dns к нему можно обратиться это гугловые dns и и они публичные так вот вот мы обращаемся к этому айпи адресу но заметьте то есть здесь стоит еще одна точка четвертая точка и после нее что-то написано то есть вот здесь какое-то число и вот здесь какое-то число это число или его строковое название это так называемый порт откуда взялся порт собственно давайте рассмотрим как устроен у дп пакет у дп это тоже протокол который лежит поверх пакет поверх протокола айпи поэтому сначала у нас в обязательном порядке будет такой же айпи хедер мы здесь укажем что у нас протокол у дп при этом в качестве у дп данных у нас появляется такая сущность как исходящий порт и порт назначения то есть помимо того что у вас просто вот в айси импи вы проверяли связанность между машинами вы не говорили что это относится к какому-либо приложению вот в случае юдипе у вас появляется приложение которое отправляет данные и ему дается какой-то порт исходящий и у вас есть приложение которое принимает эти запросы это будет destination порт на той машине куда она уходит и вот случае днс а порт днс а это 53 или вот для него есть каноническое имя это домейн это то как раз что вы видели в тсепи дампе ну и немножко про днс когда мы сказали хвост мы получили два обычных адреса один айпи в 6 адрес и обработку почты в самом тсепи дампе можно увидеть что у нас был запрос а то есть это а квери и собственно ответ 1 и пи адрес 2 пи адрес у нас был запрос 4 а и и собственно ответа четырьмя а его с этим айпи адресом и у нас был запрос м x и соответственно м x с этим ответом можно увидеть что айпи адреса совпадают вот этот вот этот вот этот опять адресы собственно ответ на и м ex какие собственно типы записей есть dns их много их тут на десятки но основные которые вам понадобятся которые вот хорошо знать они перечислены здесь я их сейчас озвучу тип записи а это собственно ipv4 адрес он собственно так расшифровывается адрес четыре буквы а это ай пивы 6 адрес си name это так называемый canonical name это когда у вас есть хостный например mail.ru вы хотите сделать другой хостный который будет указывать на этот хостный а потом уже резолвится вот для того чтобы делать такие штуки используются си name mx это mail exchanger то есть тот хост который обслуживает почту для этого домена когда я хочу отправить почту на что-то собака mail.ru мне нужно узнать кто обслуживает почту для домела mail.ru вот то что там выводилось что mail обслуживается таким-то адресом вот после того как я узнал mx мне нужно пойти на тот хост и сказать что у меня почта для такого адреса очень важный параметр это ns или name сервер эта информация какие dns адреса вообще обслуживают этот домен поскольку у вас вы можете узнать домен второго уровня то есть вот mail.ru домен второго уровня о нем информация хранится у регистратора а если у меня есть вложенные домены под домены там более глубокого уровня эта информация уже хранится на name серверах самого домена вот ns эта информация собственно а какие же эти сервера есть еще специальная запись ptr это так называемый обратный резолвинг когда у вас есть айпи адрес а вы хотите узнать а какой у него хостнейм канонический или еще какой то его может не быть если написать хвост и айпи адрес то вы делаете запрос на ptr запись вам либо скажет что у этого и пи адреса есть такой хостные для того чтобы это узнать будет запрошен ptr либо вам скажет что у хоста то есть у айпи адреса нет хост нейма то есть у него есть прямые записи могут быть но обратной записи нет поэтому из dns это узнать нельзя ну и еще есть несколько стартов авторите там располагается информация о важных параметрах настройки самого домена там сохранится информация то есть кто является администратором домена какой у него основной name сервер там еще что то и есть две записи которые используются различными системами например записи сервер используется так называемым джаббером или xmpp там хранится информация вот по аналогии с mx mx можно было бы теоретически хранить в срв то есть там хранится сервер конкретного типа для конкретного домена например там хранится то есть если мы делаем срв запись с информацией об xmpp мы тем самым говорим где у нас живет джаббер сервер для этого домена ну и txt применяется для различных настроек на этом домене для того чтобы запрашивать конкретные записи можно воспользоваться консольной утилитой dig давайте запрашиваем различные штуки например мы спросим name сервер для домена mail.ru там будет вывод немножко больше я обозначил как раз самые важные части то есть у нас есть question section мы спрашиваем mail.ru и name сервер он нам отвечает что для mail.ru существует три записи name сервера это ttl то есть сколько эту запись можно использовать то есть после того как вы получили информацию из dns вы можете ею пользоваться в течение вот этого времени в секундах если взять speedump этого то можно увидеть что мы спросили ns для mail.ru и получили вот такой вот ответ мы можем обратиться при помощи dig напрямую к конкретному name серверу то есть если здесь я ходил на стандартный dns гугла который у нас настройках системы стоит то здесь я сказал айди к ты от ns3 mail.ru и спроси такую-то запись мы увидим что в этом случае у нас мы пошли уже на этот самый ns3 вот если посмотреть через хост ns3 это его адрес запросили там запись txt и от этого самого ns3 получили ответ ну и вот собственно этот ответ мы здесь увидели ну хорошо вот dns так работает по dns у есть вопросы в целом более-менее представление получили как работает система имен но этого уже более чем достаточно собственно теперь запрос в браузере вот когда вы открываете браузер пишите адрес нажимаете enter что вообще происходит браузере есть такая штука консоль отладчик там еще что-то вот там есть например тайминг и там можно посмотреть а что происходило когда выполнялся этот запрос то есть вообще запрос состоял из некоторого ожидания из dns look-up а что такое dns look-up вы уже теперь знаете это собственно обращение в систему dns и преобразование имени в айпи адрес а дальше дальше произошел коннект и собственно отправка и получение данных вот теперь посмотрим же что такое этот самый коннект общение происходит в основном в интернете по протоколу tcp tcp это соединение вот для того чтобы просто установить какое-то соединение с каким-нибудь хостом можно вообще воспользоваться командой telnet то есть я говорю telnet я указываю хост я указываю порт на который я хочу подключиться здесь я просто установил соединение с mail.ru с восьмидесятым портом он мне написал что да он подключился что я могу что-то сделать но я после этого просто закрыл соединение давайте посмотрим что происходит в консоли смысле не в консоли а в сети при этом я запущу опять tcp dump в этом случае я скажу что у меня протокол уже tcp и что я смотрю только порт 80 когда будете на каком-нибудь своем сервере запускать tcp dump если вы укажете просто протокол tcp вы получите очень интересную картину поскольку вы там находитесь по ssh а ssh это тоже tcp для того чтобы вам что-нибудь показать на экране ему нужно отправить сообщение по сети tcp dump ловит это сообщение по сети выводит его на экран а для того чтобы его показать и так далее в общем tcp dump запущены на сервере без указания порта даст вам бесконечный вывод то есть он будет вам постоянно писать о том как он вам что-то отправляет поэтому указывайте порт явно за которым вы хотите наблюдать значит здесь выхлоп будет немножко побольше прочитать его сходу вот так вот без подготовки будет довольно сложно сейчас попробуем по частям это дело рассмотреть значит вы уже как бы видели в других примерах вот этот префикс айпи то есть и себе это в том числе айпи пакет ну собственно здесь тоже есть порт порт исходящий порт назначения так же как и в удп также здесь есть некоторые флаги то есть они имеют важное значение есть две важные штуки sequence number и окно лишь number давайте собственно посмотрим что вообще вот это такое и как этим пользоваться значит структура и пи тебя и пи пакета она в общем я думаю вы уже не удивитесь если в там будет тот же самый айпи хедер как был у предыдущих двух пакетов вот после айпи хедера идет тисепи пакет значит он тоже начинается с портов так же как и udp но дальше у него идут такие штуки как номер последовательности номер подтвержденный сейчас мы разберем как это используется у него есть флаги значит есть флаг urgent это значит что этот пакет срочный то есть его нужно вот прям доставить как можно быстрее есть флаг окно лишь подтверждение есть флаг push который говорит что те данные которые были отправлены если они где-то забуферизированы их нужно пропихнуть есть пакет рст или reset он говорит о том что соединение порвалось флаг синхронизации син и флаг финализации соединения фин ну собственно дальше контрольная сумма какие-то опции и собственно сами данные которые мы передаем в этом пакете что отличает тисепи от других протоколов этого же уровня например от удп или от оси импи кисепи за счет вот этих секвенсов и окно ли джей пытается установить то что называется сессии или соединением у протокола тисепи и на стороне сервера и на стороне клиента существует состояние значит как это выглядит у нас есть клиент это тот кто инициирует соединение в моем случае это вот когда я написал telnet это и был как раз клиент у нас есть сервер тот кто принимает это соединение и будет его обслуживать клиент когда хочет отправить установить соединение он отправляет первый пакет с установленным флагом син также он передает некоторые секвенс нам бар сервер когда получает этот пакет он говорит окно лишь то есть я увидел твой пакет с таким-то номером то есть и отвечает на него собственным то есть берет этот номер прибавляет к нему единичку и говорит да я это увидел также он отправляет свой пакет син с собственным секвенсом после этого клиент когда он получит вот это сообщение от сервера он должен сказать да я увидел твой вот этот синак с таким-то номером то есть таким образом вот это называется three way handshake или установление tcp соединения без отправки вот этих пакетов tcp соединения нет если кто-нибудь из пакетов потеряется но он будет там перепосылаться вот мы кстати сейчас рассмотрим как вообще осуществляется передача данных собственно когда соединение установлена да возможно передача данных то есть одна сторона отправляет другой данные другая сторона подтверждает это вот давайте посмотрим это немножко порисуем вот у нас есть клиент вот у нас есть сервер значит клиент хочет отправить какой-то пакет данных он отправляет его на сервер существует еще такой термин как размер окна то есть в tcp dumpy там его видно размер окна говорит о том сколько данных я могу передать не дожидаясь подтверждению то есть вот у меня есть три блока данных я отправляю 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 сервер когда-нибудь их получит при этом у меня есть еще один блок данных которые я не отправлю до тех пор пока я не получу подтверждение что сервер их принял то есть я три блока отправил оно ушло сервер когда получает то есть отвечает что да я получил эти данные при помощи флага ок и на вот эти данные он говорит да я получил эти данные что произойдет если например у нас какие-нибудь проблемы в сети или еще что-то например вот этот отправка просто потеряется то есть вот она ушла и потерялась сервер ее никогда не получал то есть до него она не дошла соответственно ок он не отправит вот эта сторона ждет подтверждение вот этих данных по прошествии некоторого времени то есть там есть определенные тайм-аут и он решит что этот пакет потерялся и отправит его повторно то есть где тряпка то есть этот пакет пока он отправлять не будет поскольку он не получил здесь подтверждение то есть он возьмет вот этот пакет и отправить его еще раз на самом деле поскольку мы получили подтверждение двух пакетов у нас окна хватит на то чтобы отправить еще один пакет то есть вот так бывает еще следующая фишка например в зависимости от того что существует несколько разных маршрутов пакеты могут прийти не в том порядке вот например а здесь возьму это все и сделаю так один пакет дошел нормально ну да хорошо этот дошел нормально а вот этот пакет но где-то потерялся шел очень медленно и пришел вот в таком порядке значит что здесь будет происходить вот этот процесс будет называться ретрансмитом клиент или сервер увидели что их пакет не получили и решили его послать заново поскольку все пакеты нумерованы то есть у нас здесь будет секвенс там 123 собственно это перепосылка третьего пакета говорю третьего пишу 4 перепосылка третьего пакета 4 пакет сервер будет видеть что это первый пакет это второй пакет ой а это четвертый пакета где третий пакет собственно вот здесь возникнет ожидание третьего пакета если третий пакет опять потеряется когда сервер уже получил 4 он сможет сообщить сюда давайте кстати и нарисуем это в общем третий пакет неудачный он опять потерялся через некоторое время собственно сервер скажет что да я наклон немножко неправильно сделал он скажет ок на второй пакет то есть он конечно видел 4 но толку с 4 если он не видел 3 поэтому сервер скажет клиенту я от тебя видел второй пакет клиент конечно расстроится выполнит еще один ретрансмит возьмет опять этот третий пакет и опять его отправит в этот раз серверу повезет он увидит третий пакет и собственно подтвердить что он его видел в тот момент когда происходят потери пакетов та сторона которая видит что она что от нее теряют пакеты ну скажем так немножко расстраивается то есть она пыталась послать много что-то потеряли и приходится перепосылать она будет уменьшать размер окна то есть уменьшать то количество данных которые отправлены в сеть поэтому если изначально окно могло быть большим мы сразу отправили три пакета то к этому моменту когда мы дважды потеряли пакет у нас размер окна будет скорее всего достаточно маленьким чтобы 4 пакет отправить только когда он уже получит подтверждение что 3 ушел и после этого он отправит 4 эта штука увидит 4 пакет и так далее значит что здесь важно за счет секвенс номеров tcp имеет возможность выполнять реордеринг вот если бы этот пакет все-таки дошел 3 вот здесь сервер бы увидел что да ему пришло не в том порядке он получил сначала 4 пакет потом 3 но у него есть информация и про 3 и про 4 он бы их просто переставил местами таким образом данные в потоке tcp сохраняют свой порядок данные обладают гарантированной доставкой то есть если отправляющая сторона не получила подтверждение что ее пакет получили она будет его отправлять повторно ну и собственно вот это все это передача данных в tcp то есть это вот тот самый дата трансфер который вот я здесь обозначил что у меня в одну сторону было передано сколько-то байт другую сторону сколько-то передано байт после того как соединение установлена любая из сторон может отправлять данные поскольку у каждой из сторон есть свой sequence number направление оно понятно из той простой вещи что у вас есть source ip-адрес и destination ip-адрес ну и когда собственно всем надоедает общаться по сети в рамках этого соединения наступает закрытие соединения бывает жесткое закрытие соединение когда вы отправляете пакет на той стороне сервер теряется или еще что-то машина выключается то есть тогда прилетит пакет так называемый рст соединение было жестко порвано для того чтобы нормально закрыть соединение сторона инициирующие закрытие отправляет так называемый пакет финн она говорит что все давай спокойно закроем соединение та сторона отвечает туда хорошо давай закроем соединение этот пакет в эту сторону был последним и предлагает закрыть соединение в свою очередь и в другую сторону tcp соединение вот я еще раз обозначу этот момент является полно дуплексным в него сообщения передаются в обе стороны поэтому его и закрывать например нужно тоже в обе стороны каждая из сторон должна сказать я закрываю соединение и противоположная сторона должна сказать хорошо мы закрыли соединение в том случае если отправляется какой-то пакет это может быть sin это может быть fin это может быть просто пакет данных если не получен акт на него пакет перепосылается существует специальный набор тайм-аутов 1 1 перепосылка выполняется через одну секунду следующие могут идти с нарастающим интервалом но тем не менее данные будут перепосылаться и перепосылаться и перепосылаться пока либо не будет получен там какой-нибудь fin говорящий о том что все закрываем соединение либо что скорее если у вас например сеть порвалась будет получен rst что это соединение порвалось в него больше ничего отправлять не нужно но там был urgent это срочный и там был push это когда вот мы предположим у нас есть приложение которое пишет данные там построчно и буферизует операционная система имеет право буферизовать эти данные то есть не отправлять их сразу в сеть а накопить большой кусок когда мы говорим вот все отправь эти данные пакету будет проставлен флажок push что той стороне важно это все получить что эти данные нельзя буферизовать тайм-ауты часть их описано в рфс по тсп кто-нибудь знаешь что такое рфси собственно изначально расшифровывается это как request for comments когда сеть интернет развивалась делались какие-то наброски документов в качестве предмета обсуждения то есть вот условно говоря мы хотим сделать так документ публиковался и собственно запрашивалось обсуждение к этому документу то есть request for comments впоследствии когда она все обсуждено она принимается как стандарт но она так и остается поэтому существует большое количество россии описывающих большое количество протоколов и вообще всего всего в интернете то есть если у вас есть там протокол тсп фтп хттп еще что-нибудь вы спокойно можете найти на него рфси и почитать как он устроен какие там пакеты флаги признаки и тому подобное вот это все там есть вот если открыть протокол рфси если открыть рфси на протокол тсп там будет собственно и диаграммы установления соединения собственно часть вот этого взята оттуда и собственно что где как должны реализовывать операционные системы какие тайм-ауты можно выбирать какие собственно отдаются на откуп самой системе есть еще вот когда я говорил про окно про выбор размера окна она влияет на скорость передачи вот если окно маленькая то у меня очень низкая скорость передачи поскольку я должен отправить пакет и дождаться подтверждения для того чтобы отправить следующий пакет тем самым моя скорость передачи будет ограничена вот этим временем то есть временем на поход туда и обратно несмотря на то что скорость света ну и скорость собственно электрических сигналов довольно быстро и в масштабах планеты или даже в масштабах межпланетного расстояния а спутниковая связь как раз приблизительно так уже работает это время становится довольно таки значительным то есть это миллисекунды поэтому вы отправляете несколько байт и ждете несколько миллисекунд на то чтобы они ушли туда и та сторона вам это подтвердило а больше вы ничего не отправляете потому что у вас маленький размер окна вот выбор размера окна в зависимости от наличие подтверждений и потери пакетов определяется некоторым алгоритмом то есть этот алгоритм может меняться есть некоторые дефолтные и собственно операционных систем есть обычно некоторое количество этих алгоритмов которые позволяют вам либо развить большую пропускную способность а это будет выглядеть следующим образом то есть вы будете просто отправлять данные не дожидаясь подтверждений то есть если в какой-то момент вы получите подтверждение что у вас что-то потерялось вы просто откатитесь назад из того места опять отправите большое количество этих самых данных таким образом вы будете сильно загружать канал в случае потерь то есть эта штука для например хороших каналов с малым количеством потерь то что если что-то потеряли вы опять отправить и много по сети но она позволяет развить большую скорость ну и так давайте подытожим tcp и udp то есть icmp эта штука для тестирования сети в приложениях вы практически ее не встретите а вот tcp и udp используется как раз в приложениях в чем между ними разница вот еще раз коротко значит tcp устанавливает соединение это сессионный протокол он подтверждает доставку пакетов то есть если вам сказано что данные доставлены то вы можете быть уверены что они прошли по сети и той сторона их получила и вам это подтвердило если вы записываете последовательность 1 2 3 то вы можете быть уверенным что она не придет в формате 132 поскольку будет выполнен реордеринг то есть каждая запись на отправляющей стороне нумеруются и противоположная сторона сверяет эти номера при необходимости у переупорядочивая если они пришли в другом порядке ну и вот собственно то что передается через tcp называется потоком или стримом udp вы можете отмотать собственно слайды и посмотреть у вас они есть так чтобы вспомнить в юнипе очень мало параметров там есть sourceport destination порт там флажки и собственно данные там нет вот этого всего что отвечает за переупорядочивание и подтверждение поэтому в югипе нет понятия соединения существует режим отслеживания то есть например ядро операционной системы может отслеживать что-то относящиеся к югипе и может даже применять терминологию соединения но формально у югипе нет соединения это просто отправь пакет оттуда туда от такого-то приложения такому-то там нет никакого подтверждения доставки если у вас например настроить потерю пакетов на югипе то есть вы можете взять firewall и сказать так все у дп пакеты терять у вас например перестанет работать днс но работать он перестанет следующим образом вы отправляете пакеты они уходят но назад ничего не приходит то есть просто пакеты выбрасываются и у вас нет никакой информации о том что пакет потерялся что его выбросили поэтому как бы есть определенные там неудобства с этим порядок там произвольный я говорил что в сети между узлами могут существовать разные маршруты пакет доставляется по некоторому оптимальному маршруту в зависимости от загрузки сети там каких-то условий или еще чего-то и может случиться так что один пакет пошел одним маршрутом другой другой другим либо где-то он задержался при передаче есть роутер роутер принимает пакеты буферизирует накапливает отправляет дальше там могла случиться какая-то задержка или еще что-то так или иначе пакет на пакеты могут прийти в другом порядке удп это никак не контроль не контролирует это просто пакеты ну и собственно вот то что передается в удп называется датаграммой то есть это цельный пакет он либо приходит весь либо он не приходит вообще идите зипи и удп работают поверх айпи и у тси пи и удп есть порт порт привязывается скажем так вот этот пакет передающийся по сети или конкретный стрим в тси пик некоторому приложению которое связано с этим портом ну и собственно что же у нас работает поверх тси пи или поверх юди пи вверх тси пи работает большое количество протоколов с которыми вы сталкиваетесь ежедневно то есть это хттп хттп с это протокол отвечающую за почту это в большом количестве скорее всего мессенджеров и и прочее прочее значит что используется для чего используются еди пи еди пи используется для днс а для различного управления сетями например тси пи за счет подтверждений является как бы медленным протоколом его очень сложно как-то доработать самостоятельно то есть поменять механизмы подтверждения потому что это свойство ядра операционной системы так вот поверх у дп построен так называемый протокол квик то есть вам дали инструмент вы можете отправлять пакеты в любом порядке не требуя подтверждений то есть при помощи у дп можно развить очень большую скорость вы просто отправляете пакеты так вот используя это можно построить протокол тси пи подобный протокол который будет предназначен для больших расстояний то есть крик это разработка по моему гугла он встроен в браузер там google chrome и если у вас поддерживается он на обеих сторонах на больших дистанциях он вам даст выигрыш довольно неплохой также и дп используется там где потеря промежуточных пакетов не важно например это игрушки представьте себе что ну какой-нибудь там 3d стрелялку не знаю че сейчас нынче модно допустим counter-strike то есть вы бежите по некоторой карте ваш компьютер передает информацию о ваших действиях на сервер сервер точно так же передает вам информацию о положении других игроков на ваш ком если бы вы использовали тси пир то в случае каких-то задержек сначала нужно было бы передать ту информацию которая была посредине но игра это real-time данные вам не важно где персонаж был там секунду назад вам важнее где он сейчас поэтому в этом случае и депи работает намного лучше потерялся пакет неважно мы ждем просто следующего состояния также и депи используются в видео вещание например потому что там те же принципы у вас возникают проблемы потери вы эту информацию теряете но как только у вас сеть скажем так улучшается потери исчезают вы получаете максимально актуальную информацию текущую поэтому в играх лаги выглядят именно так сначала все замирают как-нибудь висят там уже как интерпретирует сам игровой движок а дальше все появляются в новых местах то есть приехала новая информация вам не будут показывать как они передвигались в этом и но он все она потерялась она никому не важно там может прилагаться какая-то информация о времени то есть само приложение может смотреть что эти данные старее чем то что я уже отрисовал за сим мы более-менее с теорией сетей закончили я могу поотвечать на вопросы мы сейчас можем сделать небольшой перерыв прежде чем мы придем перейдем к собственно коду как это все по сети отправлять при помощи кода и так основные протоколы с которыми мы будем работать это tcp и udp начнем с tcp он более широко распространен в основном скорее вы будете работать с tcp здесь я нарисовал такую вот простенькую схемку где разделил tcp сервер и tcp клиент по тем функциям которые требуются для того чтобы его там запустить потушить заставить работать или еще что-то в операционной системе то есть операционная система для работы с сетью дает нам скажем так программный интерфейс который называется сокетом поэтому и сервер и клиент всегда будут начинаться с вызова сокет сокет это функция создающая некоторую структуру с которой что-то ассоциируется что потом идентифицируется в сети потом есть операция бинт бинт привязывается к сокету информацию об айпи-адресе то есть если у вас на машине несколько и пи адресов вы можете выбрать при помощи бинда на какой из айпи адресов вы хотите привязаться операция лисон заставляет скажем так сервер выполнить работу по ассоциированию конкретного приложения с конкретным хостом и портом то есть по сути вот я говорил что у вас когда есть протокол айпи у вас есть доставка до машины вот когда вам нужно адресовать порт идет как раз выполнение операции лисы на сервере потом сервер входит в вызов аксепт аксепт ждет пока к нам придет клиент то есть вы блокируетесь в операции аксепт какой-то другой клиент на другой машине тоже создает сокет может вызвать бинт может не вызывать вызывает connect в этот момент происходит тот самый син синак и ак то есть три вы их и шейк договор между клиентом и сервером когда это произошло успешно на клиенте connect отпустит то есть этот вызов разблокируется и вы получите готовое рабочее соединение в этот момент сервер получит новый сокет ассоциированы с этим клиентом таким образом у вас и на клиенте и на сервере появляется нечто куда можно писать и откуда можно читать то есть передавать эти данные вся работа связанная вот с ретрансмитами с потерями пакетов реордерингом она ложится на операционную систему вам здесь об этом думать вообще не надо вы пишете она туда пишется если не пишется все соединение порвалось у вас будет ошибка когда какой-либо из сторон надоедает она хочет закрыть соединение она вызывает close другая сторона если она например в этот момент читала получит возврат из функции read ну и тоже в свою очередь закроет дескрипторы значит как это выглядит например на перле есть модули то есть можно воспользоваться готовыми модулями для того чтобы там создать какой-либо сокет самая простая штука это модуль его сокет в нем есть различные классы там один из классов для интернет-адресов это и нет вы создаете сокет за счет того что вы говорите пир адр и пир порт пир это вот та сторона куда вы устанавливаете соединение то есть вы говорите куда вы хотите подключиться к какому порту по какому протоколу и типу здесь я обозначу отдельно что у нас протокол и тип данных они разделены хотят тисепи всегда стрим у дп всегда дата грамм есть еще другие протоколы поэтому и протоколы тип они раздельные значит после того как этот сокет установит соединение то есть все вот это бинт ли сын и прочее при необходимости они спрятаны внутрь и то есть поэтому когда вам вернут этот объект с ним уже можно работать соединение установлено если и о сокете нет ничего не вернул то узнать что у вас произошла какая-то ошибка ее можно проверить при помощи вот вызова дай ну при помощи вызова or им собственно написать дай в доллар восклицательный знак будет непосредственно сама ошибка какая произошла например если хаста не будет вы получите connection refused после этого в сокет можно чего-нибудь писать вот здесь в самом простом виде собран самый-самый простой хттп запрос но его можно писать из него можно читать также как вы работали например с терминалом то есть вы из терминала читали в этом в терминал писали но только там у вас были два разных дескриптора stdn для чтения и std out для записи а здесь вы одновременно в один и тот же дескриптор можете и писать и можете из него читать потому что сам дескриптор является полно дуплексным в общем если этот код скопировать и запустить он вам выведет первые там 10 строк ответа того сервера которые к которому вы сходили то есть я здесь сходил на сердце по нормам на самом деле гораздо интереснее как устроена вот эта часть поскольку она позволяет добиться намного большей гибкости да и вообще понимание как это все работает поэтому давайте напишем tcp клиент вообще полностью вручную и без модулей для того чтобы это сделать нам понадобится много констант их можно подключить из модуля сокет аналог сишны это socket h вот если вы когда-то столкнетесь си или кто-то уже столкнулся вот там вся работа с сокетами лежит в заголовочном файле socket h там лежат константы параметры еще что-то в перле это все лежит в модуле socket значит нам нужно создать socket сишный вызов выглядит практически так же то есть вы создаете вызывайте функцию socket с параметром адрес фэмили и нет с типом сок стрим с протоколом tcp если он не вернул ничего ну значит не получилось не получится создать socket может в том случае если у вас на системе например закончились файловые дескрипторы вот если сокеты создавать и не закрывать у вас могут закончиться файловые дескрипторы вы не сможете создать больше не файл открыть не socket создать но обычно сокеты все-таки создаются дальше нам нужно установить соединение куда-то мы знаем про ip-адрес как превратить хост в ip-адрес то есть как сделать вот тот самый dns запрос из кода если по-простому есть набор функций который позволяет нам выполнять определенные преобразования например есть функция get host by name мы ему даем name а он нам в ответ ip-адрес причем ip-адрес он нам даст в упакованном виде вот вы помните ip-адрес это 32 бита или 4 байта вот здесь я получил эти 4 байта вывел их они не печатаются то есть я вижу что это просто какая-то бинарная строка в виде 4 байт что делать если я хочу посмотреть на него в более привычном виде модуль сокет дает нам две функции и нет энтуа и нет отуэн собственно семантика очень простая если по буквам а это аске n это number поэтому энтуа преобразует number в аске то есть вот это представление цифры точки и прочее это человека понятное аске представления отуэн преобразует в обратную сторону то есть если у вас есть айпи адрес вот в такой форме с точками вы его можете упаковать в 4 байта при помощи функции и нет отуэн собственно вот здесь я сравнил что айпишник это то же самое что вот я здесь упаковал то есть он не вернет 1 можно конечно самостоятельно посмотреть при помощи пока он пока то есть это утилита который эта функция которая позволяет вам перепаковывать данные из одного формата в другой то есть вот здесь различные примеры как можно посмотреть на эти 4 байта по-разному например есть такой тип n это так называемый network integer 32-битное число в формате big indian если взять это число и засунуть в утилиту pink вот утилита pink например она понимает айпи адрес не только в аске форме но и вот в этой самой числовой форме то есть большое 32-битное число будет истрактована утилитой pink как айпи адрес просто если вы где-то встречаете вот в такой форме число вы можете его очень быстро проверить допустим вас ничего нет под рукой кроме утилиты pink или консоли или вы не помните как вот написать вот этот он пак или in этот уэн или еще что-то просто берете число засовывайте в пинг смотрите какой-то ip адрес может иногда пригодится ладно зачем я это все говорил это говорил за тем что мне нужен был айпи адрес для того чтобы засунуть его в специальную структуру если кто-то писал на си там было так называемый астракт со кадр эта структура отвечающая за информацию об адресе куда мы устанавливаем соединение в перле есть функция со кадр in в нее мы передаем порт куда мы устанавливаем соединение и вот тот самый упакованный в 4 байта айпи адрес а упакованный в 4 байта и 5 адрес я при помощи функции get host байна им получаю после этого я могу вызывать connect connect проассоциирует некий созданный мной сокет определенного типа с информацией о адресе то есть сначала проассоциирует а потом вызовет непосредственно само подключение когда connect вернется то есть если connect будет успешным соединение будет готова к работе я включу на нем так называемый auto flash это отключение буферизации после этого я туда что-то напишу и прочитаю результаты в общем я получу приблизительно то же самое что было в предыдущем примере на самом деле по размеру вот смотрите там был вызов модуля здесь вызов раз два три четырех функций ну не особо сложнее но здесь видно все что происходит и как происходит на каком уровне плюс здесь у вас есть возможность добавить каких-то вещей добавить дополнительных флагов проконтролировать сам процесс резолвинга и так далее значит немножко шаг в сторону autoflash что такое autoflash и как этим пользоваться возможно кто-то из вас уже это делал autoflash заставляет отправлять данные тогда когда вы их записали вот помните в tcp был флаг push вот включение autoflash 1 заставляет файловый дескриптор сокета проставлять флаг push каждый раз когда вы в него пишите да значит что как только вы что-то написали оно должно быть отправлено эти данные не должны буферизоваться сперли это реализовано очень своеобразным способом я вам сейчас продемонстрирую чтобы вы не пугались одной конструкции существует переменная доллар pipe если выставить ее в единицу на самом деле если выставить ее в true значение это будет означать что вы на текущем файловом дескрипторе на дефолтном включаете autoflash именно так это и работает по умолчанию стандартный дескриптор это std out возможно вы не очень обратили внимание на лекции игоря он упоминал там такой вызов как select если сказать select дать ему файловый дескриптор поменяется файловый дескриптор по умолчанию поэтому autoflash включается следующим образом вы вызываете select select вам возвращает старый дескриптор который сейчас был только что дефолтным вы его запоминаете вы вызываете вот эту специальную переменную это переменная она вот хитро устроена внутри поэтому когда ее выставляете в 1 она берет текущий файловый дескриптор и включает или выключает на нем буферизацию после этого вы возвращаете файловый дескриптор обратно вот какой был до этого дефолтным такое вернуть есть вот такая страшная конструкция вот если ее увидеть вот просто так не подготовленным взглядом можно немножко испугаться что вообще блин происходит на самом деле ничего страшного здесь не происходит это просто вот эта конструкция свернутая в одну строку в один statement здесь вызывается select select что-то возвращает select возвращает старый дескриптор здесь инициализируется список собственно вторым элементом списка подставляется вызов который увеличивает доллар пайп то есть выставляет его в единицу дальше конструируется список из него берется нулевой элемент нулевой элемент это то что вернул select и это отдается собственно да соль это отдается во внешний select таким образом одним выражением вы вызываете select вызываете доллар пайпы вызываете select обратно на самом деле auto flash работает вот приблизительно так все это было лирическое отступление теперь пойдем дальше значит когда вам auto flash будет нужен он вам будет нужен если вы пользуетесь стандартными перловыми функциями типа read read line угловые скобочки которые по сути read line и тому подобными все эти функции используют встроенный буфер перла то есть вы пишете print если вы не поставили перевод строки этот вывод будет буферизирован до тех пор пока вы не дойдете до перевода строки то есть это свойство конкретно этих функций конкретно перла auto flash позволяет это не буферизировать выдавать это сразу на терминал или в сокет или еще куда-то у нас есть функции которые позволяют вообще не используя какой-либо буферизацию работать с файловым дескриптором это sis read и sis write они вызывают непосредственно практически вот с минимальными прослойками сишные функции read и write таким образом я могу не используя auto flash вызвать sis write на файловый дескриптор и передать ему что-то и быть уверенным в том что эти данные в этот сокет сразу уехали никакой буферизации нет когда я вызову sis read меня не заставят чего-либо ждать каких-либо там перевода в строк или еще чего-то мне просто отдадут те данные которые там есть без всякой буферизации также существует еще пара вызовов send и receive в основном они предназначены для датограммных сокетов то есть для у дпшных но на тисепешных они тоже работают здесь имеется возможность например выставить какие-либо флаги на пакете то есть если вы просто пишите в стрим вы никаких флагов в общем сов у пакета выставить не можете send и receive у вас есть возможность это сделать что происходит когда вы что-то пишите в файловый дескриптор вот допустим у вас есть две машины на этих двух машинах запущено два приложения один из них является клиентом один из них является сервером они установили между собой соединение и у каждого из сокета на каждой стороне есть два буфера один из них это receive буфер другой из них это send буфер эти буфера управляются операционной системой то есть они ассоциируются вместе с сокетом и собственно происходит следующее какая-то из сторон решает что-то отправить она вызывает функцию в райт функция в райт отдает данные операционной системе они кладутся в send буфер далее задача операционной системы взять данные из этого буфера перенести по сети вот тут как раз и работает тот самый tcp который эти все данные посылает перепосылает и так далее до receive буфера противоположной стороны то есть противоположная сторона выполняет обратную работу она что-то получает по сети и кладет в receive буфер собственно поскольку канал полнодуплексные здесь это полностью симметрично здесь вызывается рид и он читает из receive буфера с этой стороны и собственно он пишет send буфер на этой стороне и это доставляется здесь receive буфер а это доставляется из send буфера значит когда receive буфер пустой вызов read заблокируется до тех пор пока в receive буфере что-нибудь не появится то есть вы говорите прочитай мне из сокета там не знаю 10 байт строчку или еще что-то он идет ее читать а там ее нет поскольку операционная система знает что там данных нет и рид ничего не вернет она усыпляет приложение до тех пор пока по сети не придут данные в этот буфер что-то не попадет предположим другую ситуацию у вас приложение перестала вызывать рид ну вот не знаю вы ошиблись в программе или еще что-нибудь то есть или она например что-то считает а для него приходят данные с той стороны вам что-то отправляют 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 а вы рид не вызываете и у вас receive буфер забивается полностью он фиксированный он не динамически то есть в том сколько выставлен столько и есть вот receive буфер заполнился и операционная система понимает что ей данные девать больше некуда поэтому вот эта операционная система которая принимает данные в receive буфер перестает подтверждать пакеты которые ей присылают помните пакет нужно подтвердить ты принял данные отправил ок она перестает отправлять оки вместо этого она отправляет в обратку пакет ок с неподтвержденными данными и говорит длина 0 все хватит хватит мне отправлять данные эта сторона видит что туда больше не лезет в общем она не отправляется она заполняет вот здесь send buffer то есть вообще обычно отправка происходит сразу поскольку та сторона читает здесь send buffer пустой мы данные записали и сразу отправили в сеть если там данные не читают то здесь send buffer может наполнится то есть сначала наполняется здесь receive буфер потом начинает наполняться здесь send buffer поскольку здесь данные просят отправить они туда не лезут и вот когда здесь сэндбуфер заполнится полностью вот этот в рай с попыткой записать очередной блок данных заблокируется то есть приложение будет усыплено до тех пор пока собственно хотя бы кусочек вот этого сэндбуфера не опустошится этот кусок понятен как приложение блокируется и как собственно отправляется и передаются данные окей пойдем разберем собственно как работает сервер собственно мы прошлись как работает клиент повторим еще раз то есть он создает сокет он вызывает connect он вызывает там send receive или read write после этого как бы он может закрыть соединение давайте посмотрим как сделать сервер сервер мы будем с вами делать сразу при помощи вызова сокет можно сервер сделать его сокет инетом но мне так нравится больше опять создадим сокет причем сокет такого же типа это и нет это сок стрим это tcp 1 основное отличие сервера сервер должен привязаться к какому-то айпи адресу и какому-то конкретному порту то есть сервер где-то должен слушать можно указать конкретный ip адрес можно воспользоваться специальным макросом константой и на дыр и не на самом деле это ip адрес 0 0 0 0 он обозначает что нужно слушать на всех айпи адресах которые есть на этой машине на вот этом порту который здесь указан после того как мы вызвали бинт мы вызываем ли сам если клиент вызывал connect со кадр и нам здесь мы с у кадры надаем в бинт дальше вызываем лисом мы выполняем лисы на сокете и указываем определенный параметр максимальное количество соединений которые могут висеть в очереди на подключение к нашему серверу помните я говорил про аксепт то есть дальше пойдет аксепт каждый раз когда вы вызываете аксепт вы забираете из очереди одно из соединений которое к вам пришло и вот лимит лисы не регулирует максимальное количество соединений которые хотят с вами установить это соединение если поставить вот здесь один то всего один клиент сможет стать в очередь на подключение к вашему серверу 2 тут же получит connection refuse до тех пор пока вы не за аксептите это соединение значит дальше дальше в общем то все просто вы получаете аксептом клиентский сокет из серверного сокета на клиентском сокете лучше включить auto flash а дальше в общем можно вот здесь простейший эхо сервер читаете из клиентского сокете из клиентского сокета и пишите в него то что вы прочитали всех а сервер он так и работает он вычитывает что ему написали и пишет это в обратную сторону это можно скопировать запустить и протестировать это заработает но если вы сделаете следующий если вы запустите этот сервер подключитесь к нему что-нибудь попишите потушите сервер и запустите опять вы увидите вот такое мерзкое примерское сообщение значит что это такое для скажем так безопасности то есть я уже говорил в предыдущей части что tcp соединение идентифицируется определенным набором набором source ip source port destination ip destination port причем существует такая вещь как retransmit когда какая-то сторона отправила вам пакет он потерялся она решила его отправить повторно а теперь представьте себе у вас сервер вы запустили этот сервер допустим на порту 1 2 3 4 у вас было установлено соединение в рамках этого соединения отправлялись передавались пакеты дальше какие-то пакеты задержались потерялись или еще что-то вы здесь потушили сервер и запустили новый это новое приложение которое ничего не знала про предыдущее соединение но при этом вдруг из сети вам прилетает пакет для этого хоста и этого порта это неожиданный кейс то есть у вас получается вдруг откуда-то появляются данные для приложения которое его не ждет для того чтобы избежать этой ситуации существует такое состояние сервера как time wait то есть пара ip и порт занимается на некоторое время вот после того как на ней было соединение вот соединение закрылась выдерживается time wait время на то что этот порт не может быть использован поскольку он не смотрит сервер на это был порт или клиентский он не дает нам заново создать сервер поскольку этот сокет висит в так называемом time wait и для того чтобы обойти эту ситуацию есть специальная опция называется sorry use adder она позволяет переиспользовать на этом айпи адресе этот порт если он висит в time wait и то есть таким образом вы можете спокойно перезапустить ваш сервер и не получать мерзкое сообщение адрес и news и ждать там несколько секунд не минут уж как вам повезет хочу сказать что есть еще одна опция она очень похожая и если вы условно говоря не знаете их на память не пользуетесь ими ежедневно их довольно легко перепутать она называется сорию спорт она вообще отключает проверку что этот порт кем-то занят и позволяет запустить еще одно приложение на этом порту поэтому если об этом хорошо знать что такая возможность есть вы можете запустить два приложения которые слушают один и тот же порт но при этом нужно понимать что у вас вообще нет никакого контроля над тем в какое из приложений пойдет ваше соединение поэтому этим нужно уметь пользоваться то есть вы должны прекрасно понимать зачем вы написали ссорию спорт если вы это написали но то же время хорошо знать что такая штука есть но из точки зрения сервера хорошо бы знать а кто к нам подключился то есть если клиент знает куда он подключается то наверное серверу хорошо бы знать кто к нему подключился особенно в ситуации что к нему могут подключаться большое количество разных клиентов значит существует набор вызовов есть детс окна им есть дед пир на им gets окна им позволяет вам из сокета получить информацию о своем соединении то есть о своей половине то есть на каком айпи адресе ваше соединение установлено и на каком порту get пир на им позволяет вам узнать айпи адрес и порт той стороны которая к вам подключилась то есть вообще пир пир информейшн возвращается из вызова accept и одновременно вы можете этот пир получить в любое время впоследствии из сокета при помощи вызова get пир ней если вам вдруг это понадобилось таким образом вы можете достать оттуда информацию о парте и адресе адрес нужно распаковать и собственно можно написать что вот к вам подключился такой-то клиент с такого-то айпи адреса причем здесь я еще воспользовался специальным вызовом get хост боядр который позволяет выполнить обратный резолвинг вот той самой ptr записи то есть если у ip адреса есть хост вы его можете вот так узнать таким образом вот взяв вот этот кусочек кода из этого сервера я смогу писать кто подключается к нашему серверу ну в общем переменная это давайте скажем так это бинарная каша которую умеет распаковывать функция со кадр in на самом деле эта информация вот знаете как устроены сишные структуры сишных структурах просто данные идут подряд то есть там фиксирована длина то есть сказано что вот здесь у нас 4 байта на ip адрес следом за ними идет 2 байта на портом следом за ним еще что-нибудь вот содержимое переменный пир это непосредственно содержимое структуры сишной которая вот стракцию кадр поэтому функция со кадр in просто берет эту строку распаковывает ее поэлементно по длине то есть берем 4 байта берем 2 байта и так далее вот эти 4 байта это ip адрес вот эти там 2 байта это порт и возвращает их и так мы прошлись полностью по tcp серверу и по tcp клиентам и определили какие функции нам нужны для того чтобы это создавать для того чтобы устанавливать соединение принимать соединение и вообще этим пользоваться давайте теперь рассмотрим чуть менее употребимый протокол udp к счастью он намного проще если в tcp у вас есть состояние соединение вот это все udp он очень простой как я говорил он позволяет вам просто отправлять и принимать датаграммы поэтому для того чтобы сделать сервер вам нужно вызвать сокет и бинт ну бинт это свойство для сервера то есть нельзя поднять сервер в воздухе его нужно поднять на каком-то порту а дальше просто из этого сокета нужно читать то есть если придет какое-то сообщение на этот ip адрес и на этот порт это приложение сможет его прочитать поскольку соединение нет не надо ничего аксептить аксель здесь неприемлемо все клиент выглядит и того проще в нем можно бинт не вызывать поэтому просто создаете сокет и просто в него что-то отправляете это что-то это собственно какой-то пакет данных датаграмма которая улетит за счет протокола айпи на другую машину и там она сможет ее прочитать давайте это разберем с обратной стороны сначала сделаем себе сервер собственно dp сервер отличается следующим то есть у нас да также будут вызовы сокет сетсу копт и бинт это фичи сервера но мы поменяем тип самого сокета теперь это будет не сок стрим это будет сок ты грамм датаграммы и мы поменяем протокол теперь это будет протокол юди пи они ти сипи а дальше все мы скажем то есть что мы слушаем на таком-то ip-адресе на таком-то порту то есть мы можем всегда get suck name взять и вызов фресив будет нам возвращать информацию о том кто нам прислал сообщение то есть смотрите на машину прилетает юди пи пакет в нем есть информация source ip-адрес destination ip-адрес source force destination порт один из айпи пакета другой из удп пакета две цифры оттуда мы знаем мы знаем свой ip-адрес мы знаем свой порт вот две другие лежат в пир информейшн которая возвращает нам ресив мы их можем просто распаковать и увидеть что такой-то айпи и такой-то порт прислал нам цельное сообщение мы не можем прочитать половину сообщения поскольку удп пакет он целостный если мы получим половину пакета на уровне операционной системы он посмотрит что пакет не целый и выбросит его здесь я хочу сказать один важный момент про юди пи сервера вы всегда можете получив какой-то пакет узнать кто вам его отправил вот при помощи вот этого вызова а поскольку вы знаете кто вам его отправил вы знаете что там на той стороне на этом айпи адресе и порту живет другой иди пишный сокет а значит ему тоже можно послать сообщение то есть вы можете просто сказать вот вызов send и чего-то туда отправить существует такой вектор интернет-атак который называется udp amplification кто кто слышал про такую штуку хорошо сейчас расскажу значит в чем заключается основной подвох то есть предположим вы написали такой сервер в которой можно прислать удп пакет он анализирует содержимое и отвечает тому кто ему этот пакет прислал каким-то ответом предположим это dns сервер он принимает запрос смотрит что в запросе написано и отправляет ответ айпи можно подделать то есть вы можете отправить пакет хитрым образом так что в качестве source айпи будет написан не ваш айпи адрес адрес там вон того сайта ну например дальше по всему миру существует огромное количество dns серверов а теперь предположим что размер ответа этого dns сервера больше чем размер запроса и предположим у вас есть один гигабит полосы то есть у вас есть комп на котором есть гигабит трафика то есть вы можете сделать исходящий гигабит вы можете этим гигабитом скажем так ударить по сайту тогда сайт если у него сеть меньше гигабита загнется если у него больше гигабита ему будет все равно на то что вы делаете поскольку это ваша максимальная полоса теперь рассмотрим ситуацию что по всему миру есть много dns серверов на который можно например прислать запрос в 10 байт а он в ответ отправит запрос в например 100 байт таким образом вы берете свой гигабит и вместо того чтобы бомбить тот сайт который вы хотели зададосить вы отправляете это все на разные dns сервера указывая в качестве исходящего адреса тот сервер который вы хотите приложить амплификейшн здесь в том что у вас есть разница между размером входящего пакета и исходящего то есть сервер принимает 10 байт и отправляет в ответ 100 ему все равно самих серверов много каждый из этих серверов испытывает небольшую нагрузку но при этом вместо своего гигабита вы уже получили 10 если хорошо суметь воспользоваться dns amplification то есть были атаки класса dns amplification собственно это все дело там посмотрели запачили долгое время такой такие атаки не воспроизводились но я почему решил рассказать совсем недавно вот буквально там может быть месяц назад появилась атака класса у dp amplification очередная то есть нашли очередной сервер который получая маленький запрос очень маленький 53 байта отвечал в ответ ну где-то 15 килобайтами соответственно фактор умножения был просто не сопоставим с dns и это была одна из самых массовых таких amplification атак за очень длинное время то есть там был развит трафик в сотни гигабит вот просто за счет того что в интернете очень много мамм кэш серверов на все эти мамм кэш сервера можно было отправить маленький запрос стат и в ответ он отправлял огромный ответ информации о том что на нем происходит поэтому если вам интересно вы можете прочитать мамм кэш amplification атак статей уже более чем достаточно но существует одно правило если если вы не понимаете как работает у dp amplification вообще не пишите у dp сервера ну ладно если вам очень хочется написать у dp сервер никогда из него не отвечайте вы можете принимать пакеты но не пытайтесь слать пакеты обратно ну и если вы вдруг совсем разобрались и хотите что-нибудь сделать построите свой протокол со своим сервером таким образом мало ли может быть в игрушку будете писать а я говорил в игрушках без у dp ну вот практически никак постройте протокол таким образом чтобы ответ сервера никогда не на байтик не превышал размер запроса сделайте пакеты фиксированного размера сделайте еще что-нибудь но ответ сервера всегда должен быть меньше либо равен размеру запроса тогда атака amplification невозможно и соответственно этим никто не будет пользоваться ну а теперь давайте собственно как клиент сделать то есть dp сервер мы сделали я вас предостерег от порождения amplify серверов на удп теперь давайте клиент значит мы создаем датограммный сокет мы выполняем resolving нам нужно будет сказать куда отправить пакет поэтому с тракцию кадр нам понадобится а дальше мы просто вызываем send мы вызываем send на сокете мы отдаем ему сообщение мы передаем флаги мы говорим куда отправить этот пакет никакого соединения никакого трекинга просто отправь пакет все пакет ушел на самом деле вот этот со кадр можно привязать к конкретному сокету вы можете из одного сокета слать пакеты в разные стороны указывая со кадр каждый раз их можно указывать разные а можете всегда слать в одно и то же место ну так может быть построена ваше приложение например опять же если у вас игра вы вычислили адрес сервера и вам все время нужно серверу слать эти сообщения поэтому вы можете при помощи вызова connect привязать к сокету конкретный со кадр для того чтобы каждый раз его не передавать это немножко быстрее по производительности ну и напоследок мы рассмотрим еще один тип сокета который используется локально если вы не выходите за пределы вашей машины то есть вы на своей машине можете воспользоваться адресами 127 001 тогда это будут те же самые tcp и удп но существует еще один тип сокета в который привязывается к файловой системе помните на вводе и выводе мы говорили что у какого-то объекта на файловой системе есть тип есть файлы и директории а есть там какие-то блочные устройства фифа еще что-то вот среди них были сокеты это называется unix сокеты и создать его можно следующим образом можно подключить тот же его сокет и передать ему unix в качестве точнее вместо хоста и порта используется непосредственно путь к этому файлу то есть вы можете вот таким образом сказать что вы создаете конкретный тип сокета причем unix сокеты могут быть как стримовые так и датограммные поэтому вы указываете отдельно тип и отдельно пир протокола здесь нет это не tcp это не удп это локальный сокет unix сокет поэтому у него есть тип но у него нет протокола ну и собственно дальше с этим сокетом можно работать ровно так же как вы работали с обычными сокетами просто у вас есть знание о том что сервер обслуживающий этот сокет живет на этой же машине и работает с этим же файлом хотя на самом деле это не файл собственно отличие то есть вы указываете другой тип и у сокета то есть обычно здесь пишется и нет если вы создаете сетевые сокеты а здесь это unix вы указываете пир где у вас это путь собственно до идентификация этого всего происходит исключительно именем файла то есть если вам нужно создать два сокета вы можете создать два файла с разными именами без его сокет unix это все можно сделать точно также сделав вызов сокет здесь нужно передать какую-нибудь константу протокола поэтому сама константа выбирается исходя из типа какого рода у нас сокет но на самом деле все определяется адрес family адрес family сокета выбрана unix поэтому это будет сок стрим когда мы должны вызвать connect нам нужно вызвать какой-то строк со кадр в предыдущих вызовах мы вызывали сокадр in интернет а для того чтобы работать с путями есть сокадр он сокадр unix он принимает путь и собирает специальную структуру из которой будет понятно что это unix сокет ну а дальше собственно вызывается стандартный connect после этого мы можем спокойно с этим сокетом что-то делать то есть вот эта часть у нас остается без изменений что такое unix сокет все поняли значит для чего он используется самый наверное распространенный способ использовать unix сокет это воспользоваться так называемым сис логом на практически каждом unix есть специальный демон который называется сис лог он запускается и он слушает специальный сокет по специальному пути то есть пусть д влог это сокет от демона сис лог если в него написать сообщение он его получит обработает и запишет на файловую систему как лог от некоторого приложения поскольку логирование это важная составляющая вообще unix систем это все должно было быть как-то стандартизовано unix сокеты в этом все в этой ситуации довольно удобный инструмент вы можете не знать что у вас за демон где он там еще главное вы знаете путь к этому псевдо файлу и вы можете всегда к нему подключиться и вы можете всегда в него что-то писать а теперь придем к ситуации когда вот помните эхо сервер в нем был цикл который делал акцепт а потом работал с этим самым клиентом проблема этого сокет сервера следующем пока он работает с одним клиентом он не вызывает акцепт поэтому если вы к этому эхо серверу подключитесь один раз вы к нему подключитесь и начнете с ним работать но если вы попытаетесь подключиться второй раз работать она не будет то есть у вас будет соединение висеть и и все если вы будете подключаться 3 4 и так далее до того числа которое указано в лесами вы вообще начнете получать connection refuse вас соединение будет просто становиться в очередь для того чтобы решить для того чтобы решить эту проблему то есть проблема множественных подключений и работы с этими подключениями существует технология назовем ее forking tcp сервер то есть каждый раз когда вызывается акцепт мы вызываем форк вы помните что такое форк форк позволяет вам процесс разветвить на два процесса одинаковых причем вы контролируете какой из процессов вы создали то есть вы их можете как-то друг от друга отличать вы можете решить что тот сервер который тот процесс который у вас является родителем он у вас всегда должен вызывать акцепт а тот который породился дочерний он должен непосредственно работать с клиентом до тех пор пока клиент не уйдет таким образом вас клиент приходит то есть до момента вызова акцепта у вас один процесс вас приходит клиент у вас вызывается вызов акцепт из акцепта вы получаете клиентское соединение дальше вы вызываете форк один процесс форка уходит обратно в акцепт он не будет работать с клиентом он ему не нужен а другой вызов из форка пойдет работать с клиентом в общем здесь картинка наверное сложнее чем код вот цикл этого самого форк сервера то есть мы оставляем такой же vile accept вот это основной цикл который выполняет accept когда accept возвращает true то есть он разблокируется мы получили клиентское соединение мы вызываем форк здесь порк записан в виде вот одной строки сразу с проверками на то что он возвращает и так далее здесь это несущественно важно что у меня здесь получается два процесса один родительский то есть если я получил child и child а значит это родительский процесс родительскому процессу все равно вообще что там будет происходить с клиентским соединением кстати да важный момент при разделении процессов при помощи форка копируются все файловые дескрипторы все открытые файлы и прочее поэтому если у вас есть открытый какой-нибудь дескриптор и вы его закрываете в одном из процессов это не значит что он закроется в другом поэтому я здесь в родительском процессе спокойно закрываю клиентское соединение потому что этому процессу она не нужно этот процесс после вот этого и фа дойдет до конца и уйдет на следующий аксепт дочерний процесс закрывает серверное соединение поскольку он не будет не аксептить ничего ему нужно только работать с клиентским соединением поэтому дальше он читает из клиентского соединения печатает в него все обратно а когда из клиентского соединения перестает читаться это значит что клиент ушел поэтому мы просто вызываем exit таким образом мы можем одновременно обрабатывать большое количество то есть разных соединений вне зависимости от того пишут они нам что-то или не пишут как работает форк сервер понятно правда понятно никаких вопросов никаких уточнений да ну да количество процессов у вас лимитировано как минимум количеством пидов обслужить таким образом 65 тысяч соединений будет довольно проблематично и так никто не делает на самом деле тут сложно сказать для современных систем где находится этот лимит но такие штуки делаются для разумного количества соединений ну скажем так 100 200 300 ну где-то до 1000 дальше начнутся различные побочные эффекты о том как обрабатывать большое количество соединений мы рассмотрим на лекции про асинхронно событийное программирование то есть там мы рассмотрим и проблематику этого соединения этих больших большого количества соединений и большого количества процессов и собственно что происходит когда у вас этих процессов очень много а пока то есть вы много соединений не открываете допустим у вас клиент приходит запрос выполняет и уходит до какое-то время вы будете читать какое-то время вы будете ему отвечать но после того как вы вышли пид освободился его можно выдать заново поэтому смотреть здесь нужно на то сколько одновременно соединений вы будете обслуживать вашим сервером смотрите акцепт принимает соединение акцепт не читает от клиента читает от клиента вот этот вайл акцепт ждет пока присоединится какой-нибудь клиент как только кто-то присоединяется акцепт отпускает мы ныряем внутрь цикла иначе мы висим в акцепте акцепт блокируется и не отпускается напоследок то есть это эхо сервер с ним все просто он читает что-то из ввода и отвечает обратно поскольку вам нужно будет сейчас писать сервер который обрабатывает как-то команды я вам покажу еще один сервер он будет очень похож на форкинг сервер но чуть чуть посложнее назовем его талнет сервером вообще в unix мире на заре скажем так становление этого всего были реальные талнет сервера то есть это сервер куда мы в смысле это сервис куда можно подключиться и выполнять команды на удаленном компьютере то есть на удаленном терминале то есть условно говоря это терминал over network в нашем случае мы сделаем так то есть здесь поменялась часть отвечающая за обработку клиентских команд все что нам говорит клиент мы выполняем qx am проверяем что qx выполнился там что не минус единица и отвечаем это обратно клиенту таким образом если подключиться к этому серверу и начать выводить команды эти команды будут выполняться на той стороне где работает сервер сервером все более-менее просто опять же копируете вставляете запускаете можете подключиться вручную талнетом как запускать талнет я показывал на слайдах где был tcp талнет хост порт все у вас приглашение вы подключились дальше вы что-нибудь вводите и у вас сервер начнет это дело обрабатывать и возвращать вам результат давайте на поскольку вам нужно делать еще и клиент попробуем сделать клиент к талнету здесь все просто это обычный клиентский сокет мы его создаем подключаем кстати да важный момент вот здесь я указал явно айпи адрес 127 001 в предыдущих серверах я указывал и надо и не то есть слушать на всех айпи адресах запускать вот такую штуку которая слушает на каком-то порту на всех адресах крайне не рекомендуется потому что этот дрель дырень в безопасности кто-нибудь может найти у вас этот порт подключиться выполнить какую-нибудь команду увидеть от нее вывод но и все у вас нет больше этой машины ну или есть пока вы это не заметите у вас там будет ботный от или рассылка спама или еще чего-нибудь похуже чем спам в общем много чего можно сделать с дырявым сервером поэтому такие штуки можно запускать только на локальном адресе но собственно клиент до клиент подключается к этому порту на около хосте а дальше просто вот здесь я не стал привносить терм редлайн то есть вы все знаете как терм редлайн переписы как вайл вот такой переписывается в терм редлайн вот мы прочитали какую-то команду из терминала то есть пользователь в нашем клиенте ввел какую-то команду нам ее нужно отправить на сервер ну собственно вызов сифрайт в сокет с параметром что мы прочитали это и есть отправка на сервер какой-то команды дальше нам нужно прочитать ответ сервера то есть мы на сервер отправили команду он ее там выполнил у него появилось сколько-то строчек вывода проблема в том что когда мы вот здесь начнем читать вывод сервера нет первую команду он нам вернет прекрасно мы ее прочитаем сервер соединение закрывать не станет зачем ему закрывать соединение он ждет новых команд от клиента а здесь клиент пытается читать из сервера пока сервер отвечает у нас нет никакого признака что это последняя строка вывода таким образом у нас клиент вот здесь блокируется пытаясь прочитать больше ответа от сервера и не уходит строчку которая отвечает за чтение ввода с клавиатуры то есть у нас получается ситуация у нас есть два дескриптора один из них серверное соединение другой это stdin и из обеих нам нужно читать из одного команды пользователя из одного из другого то что нам возвращает сервер нам нужен какой-нибудь механизм конечно здесь можно тоже воспользоваться форком вполне рабочий вариант один читает от клиента другой читает от сервера выводит в стдау то есть вот этот вот цикл уносите просто форк отдельный принимаете команды отправляете их сервер и ждете следующие команды а тот форк занимается только тем что читает что-нибудь от сервера получилось прочитать напечатал получилось прочитать напечатал но это все можно сделать и в одном процессе существует такая штука как select вызов select мы разберем более подробно в деталях опять же на асинхроне там больше места но в целом мы рассмотрим пока такой объектный подход есть модуль который оборачивает функцию select в него можно добавить файловые дескрипторы любое количество ну ладно максимум 1024 для нашей ситуации это подойдет у нас их всего два а после этого мы можем вызывать вызов ken read с некоторым тайм аутом и проверять из какого из дескрипторов можно читать то есть мы ему говорим дай мне кого-нибудь кто можно читать или собственно проснись через этот самый тайм аут в общем как этим воспользоваться возьмем подключим его select а дальше смотрите если нам говорят из файлового дескриптора можно читать мы из него начнем читать мы заблокируемся для того чтобы не блокироваться на файловых дескрипторах мы подключим еще один модуль fkntl fkntl позволяет скажем так навешивать какие-нибудь опции на файловые дескрипторы я хочу навесить опцию он он блок на файловые дескрипторы которые я буду селектить поэтому я подключил select я подключил fkntl для двух файловых дескрипторов которые у меня есть у меня есть клиентское соединение c и у меня есть мой stdin я на них повешу флаг non-block и я их добавлю в вызов select а дальше я сделаю бесконечный цикл в котором буду вызывать kenrit kenrit вызван без тайм аута поэтому он будет спать до тех пор пока из какого-нибудь файлового дескриптора нельзя прочитать если я взял команду вы стыд и не из стыд и настало вдруг можно прочитать он проснется прочитает одну строчку из этого самого stdin а а здесь я проверяю то есть он не возвращает из какого файлового дескриптора можно читать я проверяю если этот файловый дескриптор это сокет соединения я должен написать эту строку локально это значит сервер нам что-то прислал иначе я должен в клиент в клиентское соединение отправить ту строку которую нам дали все то есть я читаю stdin отправляю что-то на сервер ухожу опять в этот цикл kenrit зависает поскольку читать пока больше нет ничего как только сервер нам что-то отвечает из него становится можно читать мы вычитываем эти строчки и опять усыпаем когда из файлового дескриптора становится нечего читать он как бы выбрасывает нам ошибку поскольку мы его сделали не блокирующим появляется одна специальная ошибка егейн которая говорит что прям сейчас читать нельзя но но пока еще все нормально поэтому если у нас ошибка егейн то мы должны опять уйти в вызов kenrit а если у нас ошибка какая-нибудь другая например порвался сокет например клиент то есть вы нажали там control c или через stdin его кормили каким-то вводом у вас закрылся stdin в общем так или иначе если ошибка не егейн то вы просто выходите из программы по даю и пишите какая ошибка последние вот эти штуки сервер и тал клиент этого самого псевдотелнета вам понадобятся при решении домашки это вот такие сниппеты кода которые могут быть использованы для решения домашки наконец-то мы дошли до сетей и было бы странно на сетях не дать клиент и сервер значит как вы кто нибудь из вас может быть помнит я рассказывал у вас сейчас есть клиент который работает с локальной файловой системой что вам нужно сделать вам нужно вот этот вот эту связку сделать сетевой для того чтобы клиент ходил куда-то по сети нам нужно вот здесь сделать сервер сервер должен уже работать с файловой системой кстати да у вас в предыдущей домашки есть модуль storage то есть сервер через модуль storage работает с файловой системой а клиент к нему подключается соответственно клиент принимает команды парсит пользовательский ввод подключается к серверу то есть как сделать клиент который читает пользовательский ввод и работает сервером я только что рассказал то есть как читать вывод от сервера дальше как бы нужно сделать следующее то есть клиенту вместо пути то есть если раньше клиент смотрел файловую систему мы ему давали путь теперь мы клиенту даем либо unix socket либо хост и порт того места где слушает сервер здесь разницы особой нет это может быть unix socket это может быть хост и порт там разница буквально в одну две строчки соответственно вы запускаете сервер на каком-то сокете либо на каком-то хосту и порту также вы серверу говорите директорию с которой он должен работать ну а клиенту соответственно вы говорите unix socket или порт вместо пути он подключается и у вас должны заработать те команды которые у вас были поскольку вы их уносите в тот самый сторож значит как реализовать это самое общение давайте начнем с простого строкового протокола аналогичного тому что как бы использовался где-нибудь в телнете или в вашем клиенте одна строка одна команда то есть вы читаете строку распознаете и и отправляете на сервер читаете сервера результаты